Всем тихой ночи. Это снова реальная SCP. Потому что чем дальше погружаешься в изучение объектов мира фонда, тем больше видишь, что существенная их часть связана с чем-то реальным. Вот, например, объекты с первой тысячи SCP-266. Как-то раз где-то в Ирландии местные СМИ сообщили о необъяснимых случаях смерти людей. Они умирали от переохлаждения. Во всех этих историях упоминался странный огонь, парящий в воздухе, который видели возле мест, где находили тела. Эти сообщения, конечно же, решили проверить агенты SCP. И на месте обнаружили явление, которое поставили на содержание, как SCP-266. Явлением этим был блуждающий огонек, свободно летающий в воздухе, оказавшийся по какой-то причине опасным для человека. Если кто-то оказывается рядом с огоньком, он, несмотря на свои ожидания согреться, замерзает насмерть. Помимо этого, исследователи фонда заметили, что от источника пламени можно услышать неясный шепот, в котором иногда угадываются фразы, слышанные объектом ранее, а иногда это даже какое-то бормотание на непонятном языке. В общем, классический объект из раннего SCP. Короткий, простой и недосказанный. А ещё отсылающий к целому пласту культуры мистики. Потому что летающие огни – это реальное явление, а также множество связанных с ними городских легенд. Особенные истории про летающие шепчущие огни распространены в английском и ирландском фольклоре, где полно легенд о том, как путника, зашедшего в леса или на болото, встречает летающий шепчущий огонек. Именно такой показан в SCP-266. Конкретно ирландская версия легенды, на которую намекает объект, рассказывает о старом пьянице Джеке, который мудрился несколько раз обмануть дьявола. Настолько он был хитёр, благодаря чему получил возможность жить очень долго, даже несмотря на своё чудовищное пьянство и вообще не самый здоровый образ жизни. Однако Джек всё же умер и попал в ад. Но дьявол настолько на него обиделся, что не захотел пускать к адскому пламени этого человека и выгнал его обратно в мир людей. Где тот стал летающим огоньком, бормочащим всякую чушь? Так он теперь и существует в этой форме, развлекая себя тем, что заманивает путешественников в болото и леса, где они тонут и замерзают. Но это же видео по объектам из реальности, а не легенд. Неужто такое можно встретить в жизни и на трезвую голову? Оказывается, можно. И более того, летающие огоньки на болотах не такое уж редкое явление. Многие вещества, образующиеся в болотной массе, могут гореть и светиться при контакте с кислородом и даже при этом шипеть, создавая иллюзию потусторонних голосов, доносящихся из болотных топий, а также летающих огненных шаров и свечей. Так что хоть сам SCP-266 основан на легенде о древнем ирландском алкоголике. Легенда эта, в свою очередь, вполне имеет под собой реальное явление. Болотный огонь, которому средневековые ирландцы просто придумали немного лора. Однажды агенты фонда узнали об очередном укрытии людей из организации «Длайн Змея» и, конечно же, захватили его. Внутри они, среди прочего, нашли хрустальный череп, а также документы, из которых стало понятно, что это предмет из мира вселенной SCP, который известен как «Университет Алексильвы». Конечно же, найденную вещь спрятали в камере SCP-1083. И не просто так. Ведь череп этот, как оказалось, имел необычные свойства. Человек, прикоснувшийся к нему, испытывал глубокую трансформацию личности. Некоторые приобретали существенно улучшенную способность пользоваться логикой, но большинство глупели, а кто-то и вовсе сходил с ума. После серии экспериментов стало понятно, что человек, прикасающийся к предмету, получает серию видений, в которых ментально связывается с неизвестным существом и начинает вести с ним философские диалоги. Суть такого общения в том, что сущность объясняет человеку все его жизненные промахи с точки зрения логики, что нередко крайне негативно сказывалось на психике большинства испытуемых, особенно класса D, что и понятно. Если бы они всю жизнь поступали логично, классом D бы они не стали. Главная часть этой истории – это хрустальный череп, обладающий мистическими свойствами и взявшийся из другого мира. Суть тут в чем? В середине 19 века различные торговцы редкостями нередко предлагали купить коллекционерам череп, сделанный из хрусталя. Как правило, предмет сопровождался историей, что он был найден в древнем храме смелым археологом. По этому сюжету еще фильм сняли про Индиану Джонса. Черепов таких существует несколько, и происхождение наиболее известных из них прослеживается до французского археолога и торговца древностями Бабана Дю Верже. Который исследовал древние ацтетские храмы в Мексике и торговал хрустальными черепами, якобы найденными там. И с этими черепами есть одна проблема. Ацтеки теми инструментами, которые у них были, не смогли бы их изготовить. Такая работа с хрусталем требует инструментов, которых у индейцев не могло быть. Да и на самих черепах были следы индустриальной обработки того времени. Короче, на сегодня считается, что черепа были изготовлены в том же 19 веке. А хитрый Бабан всех обманул. На сайте британского музея, где лежит один такой череп сейчас, указан год изготовления 1881. Но, конечно же, такое объяснение не устраивает конспирологов. Да и вообще, фонд SCP скрывает правду. Правду о том, что черепа привезли из другого мира. Из мира Алексильвы, разумеется. Написано же так в объекте SCP-1083. Еще в объекте написано, что череп вызывает видение. И именно такую историю в реальном мире рассказывала некая Анна Мишель Хеджс. Приемная дочь того самого человека. Образ и история которого были использованы для создания Индианы Джонса. Она также, как и тот хитрый француз, торговала хрустальными черепами. Которые она якобы нашла, путешествуя с отцом в древних гробницах. Но, в отличие от Бабана, Анна придумала предысторию поинтереснее, чем просто череп из гробницы. Она рассказывала, что черепа обладают паранормальной силой. Если до одного такого дотронуться, можно увидеть видение, понять многое в своей жизни, увидеть будущее и даже вылечиться от тяжелых болезней. Или силой мысли убить недоброжелателя. Похоже, что именно такой черепа нашел фонд SCP. SCP-5323 – это гуманоид на вид лишенный каких-либо черт лица и волос. Проблема с ним в том, что описать его нормальным образом не получается. Все документы, связанные с ним, начинают походить на сценарий старого фильма. Сцена первая. Агенты SCP входят в старое офисное здание. Там они видят существо, похожее на мужчину, но лишенное лица. Оно одето в костюм-тройку и сидит за столом. Табличка с именем говорит, что перед нами Алан Смитти. Безликий. Читает очередной сценарий к фильму. На его столе таких еще целая стопка. В кадр входит блондинка. У них с ним происходит короткий диалог о планах на новые съемки. После чего женщина уходит, а экран затемняется. Сцена вторая. Агенты тайного фонда сидят перед хозяином помещения. Они предлагают ему снять такой фильм, которого публика еще не видела. Нечто потрясающее. Алан недолго думает, как же он может отказаться от такого предложения. Даже от такой непонятной студии. Сцена третья. Мы видим Алана. Он удивлен тому, насколько странно выглядит киностудия. Там снимают ужасы или какую-то мрачную фантастику. В следующий момент МОК фонда SCP хватает его и уводит. Однако Алан вырывается. Он вступает в перестрелку. Он так ловок и стремителен, что стреляющие из автоматов не могут попасть по нему. Но все же в последний момент агентам удается поймать существо. Сцена четвертая. Документальная. По описанию можно было бы подумать, что этот Алан Смитти – это очередное проявление такого персонажа мира SCP как никто. Но на самом деле тут скрыто кое-что другое. Забавная отсылочка на одно реальное явление. Дело в том, что Алан Смитти можно очень часто увидеть в титрах фильмов. Чаще всего в роли режиссера. Хотя играть роли в кино он тоже любит. Если посмотреть его фильмографию, выходит, что с 1969 на сегодняшний день он снял более сотни фильмов. А также в списке есть телешоу и сериалы. Получается, что этот человек более 50 лет снимает фильмы со скоростью быстрее, чем 2 в год. Способен ли вообще человек на такое? Человек может и нет. А вот миметическая сущность – вполне. Впервые Алан Смитти появился в качестве режиссера в вестерне Gunsmoke 1999 года. Тогда фильм начал снимать один режиссер, а закончил другой. И тот второй не хотел присваивать себе работу первого, потому и настоял на том, чтобы в титрах вместо режиссера было вписано просто Алан Смитти. Так оно как-то и пошло. У фильма есть проблемы с авторским правом, значит его снял Алан Смитти. Факт съемок в каком-то фильме чем-то неудобен. Так это был Алан Смитти. Ну и конечно же тот случай, когда фильм настолько плох, что одна ассоциация с ним – это конец карьеры. Таких фильмов Алан Смитти снял немало. Крайне продуктивная в своей неустанной работе миметическая сущность. Вот еще одна маленькая подборка объектов из мира SCP, которые были захвачены фондом в нашей суровой реальности. Всем пока!